Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами Михаил Жуков и Алиса Колесникова. На данный момент мы находимся на трассе ралли Санкт-Петербург-2023. К данной минуте экипажи преодолели 5 спецучастков из 7. Мы были на Су-2-4. Особенность этих спецучастков в том, что трасса пролегала через животноводческую ферму. Покрытие там было асфальт. Экипажи преодолевали нечто вроде спринта. На грунтовой резине им было, конечно, сложновато. Это выглядело интересно, им самим, вероятно, тоже было интересно. С предмежуточными результатами гонки сейчас нас познакомит Михаил Жуков. Миша, тебе слово. Добрый день, еще раз, уважаемые подписчики. У нас на данный момент закончился пятый спецучасток. После двух проигранных утренних допов Клим Гаврилов сумел выйти в лидеры. Более того, лидировавший после первой секции Алексей Петров практически весь пятый спецучасток ехал с пробитым колесом и упал достаточно глубоко вниз турнирной таблицы. После чего на второе место вышел Антон Бодров. На третьем месте в Абсолюте держится Максим Белюков, он же лидирует в 4000N. В 2000N у нас лидер в Кубке России пока остается тот же, что и после первой секции Андрей Жуковский. В 1600R лидирует Алексей Курносов с Павлом Щербаковым-младшим. В 1400N Константиновичу Хлебов. В зачете регион на данный момент в лидерах Абсолюта Роман Прохоров на BMW. Значит, в зачетах, по зачетам 2000N и 1600N лидирует, соответственно, в 1600N лидирует Юрий Образцов. В 2000N лидирует Алексей, господи, как его звать-то? Олейник. В общем, экипаж на Ренок Лио в 1600N лидирует. Так, что мы еще забыли сказать? А, можно еще отметить в зачете Стандарт уверенную и быструю езду на уровне десятки, наверное, десятки лидеров Михаила Корягова, который на данный момент выиграл все спецучастки в зачете Стандарт и лидирует с достаточно... Нет, вру, не все. Один участок он проиграл Андрею Герасенкову, но, в общем, 10 секунд, но остальные спецучастки он, очевидно, судя по временам, выиграл. Вот, пока он лидирует достаточно уверенным отрывом в зачете Стандарта, так как норма в зачете Стандарт трудновыполнимая на всех участках, он пока лидирует и, собственно говоря, в гонке. Вот, надо отметить достаточно большое количество сходов. По итогам первой секции более 15 автомобилей сошло с трассы, в том числе лидер после первого участка Александр Осипов. Вот, а на второй секции еще ряд лидеров сошел. То есть, помимо Алексея Петрова, который не сошел, но очень много времени потерял из-за пробитого колеса, у нас не смог финишировать на Су-5, пока причина неизвестна, Андрей Мансаров, лидировавший в 4000 Н. Вот, и шедший третьим, короче говоря, полностью поменялась пятерка абсолютно гонки. Вот, шедший третьим Олег Топоров тоже достаточно потерял несколько позиций и ушел из призовой тройки. То есть, ситуация меняется, каждый спецучасток. Вот, но, в общем, на данный момент пока достаточно уверенно лидирует фаворит гонки Климак Гаврилов. Хорошо. Спасибо большое. Следующий наш эфир мы продолжим после награждения. И расскажем во всех подробностях все, что будет к тому моменту. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо.